В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте. Вы совсем недавно в своей передаче говорили, что наши межконтинентальные баллистические ракеты по технологиям на 30 лет опередили американские. Так точно, говорил. Потому что мы последние 30 лет развивали их, а американцы вообще не развивали. Они развивали противоракетные системы, надеясь создать колпак такой над собственной территорией, над своими союзниками. А для нас это было очень дорого, и мы развивали ударные вооружения. А получилось в результате, что мы-то ударные развили, и новое поколение ракет создали, а американцы этот свой колпак противоракетный, все, куют, 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 бедные, умаялись уже. Но никак не могут его выковать, понимаете, какая штука. Так вот, значит, зритель пишет, вот говорил я это, да, и я было, пишет он, поверил вам, то есть мне. Но вот недавно интернет буквально взорвался статьями, он прислал несколько ссылок, покажите, пожалуйста, да. Вот, это статьи, в которых говорится, что ведущие, американские, военные эксперты констатировали прямо противоположное положение дел. Это мы отстаем от них в развитии ядерного щита. Как вам не стыдно обманывать зрителей? Это мне пеняет вот этот сердитый зритель. Как вы думаете, чему мы поверим вашей дилетантской болтовне или мнению группы авторитетных международных экспертов? Ответьте мне, если сможете. Если не ответите, и сам вашу передачу смотреть не буду, и всем знакомым расскажу, что вы шарлатан. Вот. Ну, я должен сказать, ну, наверное, такой читатель не один, просто вот. Кстати, спасибо за откровенность. Всегда лучше разговаривать, когда тебе, так сказать, откровенно и в глаза высказывают, что думают. Ну, я скажу в свою защиту для начала, что я не одинок, когда я говорю, что мы, значит, опередили их в наших стратегических вооружениях, особенно в межконтинентальных баллистических ракетах. Да. Я не одинок. Вот, например, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп тоже так считает. Так что нас уже как минимум двое. Я и Трамп. Вот. 7 марта, совсем недавно, чтобы не ссылаться там на какие-то его, значит, более ранние высказывания, вот 7 марта он заявил следующее. В течение 8 лет Россия давила на слабого президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, присоединила Крым и обзавелась новыми ракетами. Вот, собственно говоря, это такая краткая, что ли, выжимка из того, что действительно Трамп неоднократно произносил. Что русские за последнее время усилили, что в ракетных технологиях они нас опередили, что ядерный потенциал у нас, то есть у них у американцев старый, а у русских новый, это нужно все изменить. Но прежде чем вот как-то приступить к более подробному анализу статей вот тех, которые мне прислал зритель, давайте мы посмотрим один видеосюжет. Дональд Трамп объявил о резком увеличении американского военного бюджета. Москва ответила асимметрично. В российских СМИ появились публикации о новом поколении русских крылатых ракет и возможном минировании побережья США подводными ядерными фугасами. На днях Трамп пафосно провозгласил величайшее наращивание военной мощи США в американской истории. С октября 2017 года годовой бюджет Пентагона должен подскочить сразу на 54 миллиарда долларов. В этом случае он будет превышать военный бюджет России в 10 раз. Но американские генералы тут же ответили своему президенту. Мало. Нам нужно гораздо больше. Еще в декабре прошлого года тогдашний заместитель министра обороны США Роберт Уорг заявил. В вооруженных силах США слишком много проблем, которые надо решить. Для того, чтобы просто взлатать дыры в нашем военном бюджете, нужно ежегодно расходовать на оборону дополнительно 88 миллиардов долларов. Это первое, на что мы рассчитываем. Куда же пойдут эти колоссальные денежные влияния? В первую очередь на модернизацию ядерных сил Вашингтона. По сути дела, Трамп объявил о начале новой гонки вооружений в ядерной сфере, о начале нового крестового похода Америки против сил мирового зла во главе с коварным Путином и злобными русскими националистами. Американская пресса пишет, Трамп хочет вернуть в США утерянное лидерство в ядерном оружии. Он считает, что Соединенные Штаты недопустимо отстали в этой области от России и теперь должны значительно усилить и расширить свой ядерный потенциал. Договор СНВ-3, ограничивающий количество американских МБР, по его мнению, односторонняя сделка. Плохая сделка. А договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, говорит Трамп, Россия нагло нарушает, и это не должно остаться для нее безнаказанным. Чем ответит на этот американский вызов Москва, что в ответ предпримет Кремль? Какие сюрпризы для американских генералов в запасе у Путина? Бывший начальник русского генерального штаба, генерал армии Юрий Балуевский, отвечает на эти вопросы так. Россия не будет соревноваться с США в расходах на оборону. Мы знаем, как обеспечить оборону своей страны с меньшими затратами. Мы уже нашли асимметричные ответы. Что же это за загадочные асимметричные ответы, о которых нередко говорят наши политики и генералы? 16 лет назад, в 2001 году, когда США в одностороннем порядке вышли из стратегического договора по ПРО и начали форсированными темпами наращивать свою противоракетную оборону, Путин сказал. Я думаю, что не нужно быть никаким экспертом, чтобы понять, если одна сторона хочет, либо будет иметь над собой зонтик от всяческих угроз, то тогда у нее возникает иллюзия, что ей все можно. И тогда агрессивность действий многократно будет возрастать. А угроза глобальной конфронтации достигнет очень опасного уровня. Тогда нашим ответом Вашингтону стало ускоренное развитие ударных возможностей российских ракет. Затратив в 100 раз меньше денег, чем Америка, Россия асимметрично создала новое поколение МБР и гиперзвуковых боевых блоков, способных маневрировать в полете по непредсказуемой траектории, обнулив таким образом на ближайшие 25-30 лет любые попытки американской ПРО перехватить наши ракеты. Чем же Россия ответит сейчас на новый вызов со стороны американских ястребов? Военный обозреватель комсомольской правды полковник Виктор Баранец пишет. Вот американцы размещают у границ России свои танки, самолеты, батальоны спецназа, а мы в ответ втихаря минируем побережье США ядерными ракетами-кротами. Они зарываются глубоко в грунт и спят до боевой команды. Что же это за ядерные кроты, о которых говорит Баранец? Скорее всего, речь идет о создании в России совершенно нового вида стратегического вооружения, о подводном боевом роботе с искусственным интеллектом, способным самостоятельно под водой доставлять термоядерный заряд колоссальной мощности в любую точку мирового океана. Первые утечки о скорой реализации этого проекта под названием «Статус-6» появились в российских СМИ в конце 2015 года, когда на военном совещании у Путина объектив оператора якобы случайно выхватил из-за генеральского плеча совершенно секретный материал. Материал этот содержал сведения о новой русской умной мегаторпеде, имеющей дальность хода до 10 тысяч километров, глубину погружения свыше тысячи метров и скорость хода до 200 километров в час, и ядерный заряд фантастической мощности в 100 мегатонн. Эта суперторпеда по замыслу ее создателей предназначена для поражения важных объектов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения, непригунных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени. Таким образом, она является подводным аналогом тяжелых межконтинентальных бальстических ракет, самым известным образцом которых является наша МБР-воевода, которая за свою испепеляющую мощь получила на Западе словещее прозвище «Сатана». Но «Статус-6» будет еще круче. Максимально возможный заряд воеводы не превышает 25 мегатонн, а новая русская суперторпеда сможет нести боевой блок в 4 раза мощнее, чья колоссальная разрушительная сила будет соответствовать взрыву 100 миллионов тонн обычного взрывчатого вещества. При этом она, в отличие от межконтинентальных бальстических ракет, не попадает ни под одно ограничение договора СНВ-3, не нарушает ни единого международного обязательства России. По расчетам специалистов, высота искусственной волны, созданной чудовищным взрывом боеголовки «Статуса» на расстоянии до 20 километров от эпицентра будет составлять около 200 метров, на расстоянии 200 километров от 10 до 20 метров, а на расстоянии в 1000 километров до 4 метров. Соответственно, количество жертв такой мегаторпеды, взорванной где-нибудь на рейде Нью-Йорка, Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, может составить в зависимости от плотности населения и размеров мегаполиса до 16 миллионов погибших и почти 40 миллионов ранних, большая часть которых впоследствии тоже умрет. Ну и, конечно, нельзя исключить возможности заблаговременного развертывания наших подводных супербомб, которые в угрожаемый период затаятся в заранее заданных точках, неподалеку от вражеского побережья, и смогут годами ожидать внешнего сигнала, внешней команды на подрыв. А учитывая тот факт, что у берегов США, например, находятся протяженные зоны геополитических разломов на границе гигантских литосферных плит, можно представить, какой эффект возымеет там серия донных термоядерных взрывов мощностью по 100 мегатонн каждый. От этой страшной перспективы Америку не сможет спасти никакое увеличение ее военного бюджета. Как бы пафосно Дональд Трамп не объявлял о величайшем наращивании военной мощи США. Асимметричный русский ответ, как и 15 лет назад после выхода Вашингтона из договора по ПРО, вновь обнулить любые попытки США добиться одностороннего ядерного превосходства. Сколько бы сотен миллиардов долларов не вбухали в эту бредовую идею ястреба из Пентагона. Более того, как ни странно это прозвучит, новый русский боевой подводный робот, несмотря на свою чудовищную разрушительную силу, станет главным защитником мира на всей планете, самым прочным и надежным гарантом от глобального ядерного конфликта. Ибо наличие у России такого сверхоружия делает совершенно бессмысленными все гигантские затраты США на противоракетную оборону и окончательно хоронит любые надежды Запада на военную победу над Москвой, делая переговоры и поиски компромиссов единственным безальтернативным способом поддержания международной стабильности и глобального баланса сил. Давайте вернемся к тем статьям, о которых написал зритель. Действительно, где-то, наверное, с недели назад по сети прошел просто какой-то пароксизм, конвульсия какая-то, значит, массовая перепечатка. Ресурсы один с другого перепечатывали, значит, статью о том, что вот ведущие американские военные эксперты, значит, заявили о том, что модернизация американских боеголовок, даже не ракет, а боеголовок, и даже не боеголовок, а отдельно взятого взрывателя на этих боеголовках, так столь резко повышает их эффективность, что, по сути дела, значит, теперь чуть ли американцы не безнаказанно могут с первым ударом уничтожить все наши, так сказать, шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет. Ну, для того, чтобы понять, на самом деле, о чем речь, нужно обратиться к первоисточнику. Значит, вот он, этот первоисточник. Это статья, которая была напечатана в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков». И статья эта называлась. Как модернизация ядерных сил Соединенных Штатов Америки подрывает стратегическую стабильность «Новый сверхточный супервзрыватель». В статье этой говорится. Применение новых революционных технологий радикально усилит ударный потенциал американских МБР. Убойная сила американских ракет возрастет в три раза. Если 10 лет назад только 20% ракет на американских подводных лодках могли поражать высокозащищенные цели, подобные шахтным пусковым установкам межконтинентальных баллистических ракет, то теперь на это способны все такие ракеты. Но столь резкое увеличение ударного потенциала нужно только тому, кто планирует обезоружить противника внезапным сокрушительным ударом. Ну, вот эти как раз тезисы, которые в статье изложены и были положены в основании пересказа на русском языке, который кочевал потом с одного ресурса на другой по всей сети великой. Ну, чтобы разобраться, я думаю, нужно еще пару слов сказать о журнале, в котором статья была опубликована, и об авторах, которые там публикуются. Бюллетень ученых-атомщиков — это журнал, который издается с 1945 года. Вот здесь, например, обложка номера за 1955 год. Это вообще американский журнал таких ученых-пацифистов, причем таких алармистов, которые считают, что вот-вот того и гляди начнется мировая бойня. Журнал этот был основан бывшими участниками так называемого Манхэттенского проекта, это американский проект по созданию атомной бомбы. Часть из американских ученых после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, так сказать, ужаснулись содеянному и превратились в пацифистов, в убежденных, так сказать, борцов, в профессиональных, я бы сказал, борцов за мир. Ну вот, и они до сих пор в этом журнале, такие ученые, они борются, значит, против всех видов милитаризма и, в первую очередь, против угрозы ядерной войны. Они всеми способами пытаются привлечь к себе, так сказать, внимание мировой общественности. Но наиболее известная их акция, это так называемые часы судного дня, вот. Да, но эти символические часы, они ведут отсчет, показывающий, насколько близко мы подошли к глобальной ядерной войне. Вот полночь, это все, уже апокалипсис. Сейчас, вот это довольно старая фотография, а сейчас, по их мнению, осталось всего две с половиной минуты. То есть, собственно говоря, вот-вот уже мы на грани. Но надо сказать, что даже в самые, так сказать, мирные годы, после развала Советского Союза, когда Россия там была в положении, чего изволите по отношению к Соединенным Штатам, да, они считали, что до апокалипсиса оставалось всего 17 с половиной минут. То есть, они такие упертые ребята. Ну вот, а теперь давайте по сути разберемся. Никакого радикального усиления американского военного ядерного стратегического потенциала, конечно, не произошло. Была проведена некая текущая модернизация с весьма спорными результатами. Но она независимо от результатов, она ничего особо революционного в себе не содержала. И на самом деле смысл этой модернизации заключался в следующем. В ядерной боеголовке был включен взрыватель нового типа, который позволял осуществлять подрыв этого боевого блока на низких высотах над целью. То есть, до этого все боевые блоки американских ракет с подводных лодок Трайден-2, они были запрограммированы на взрыв наземный, на поверхности. Теперь с новым взрывателем можно программировать взрыв над целью, на некой, так сказать, высоте. Ну вот, зачем это надо, сейчас мы постараемся разобраться. Ну ладно, давайте, итак, еще раз, значит, главная мысль статьи следующая. В результате модернизации все шахтные пусковые установки, покажите их нам, вот, это шахтные пусковые установки наших ракет, тяжелых ракет жидкостных воевода, да, они все находятся под, так сказать, смертельной угрозой. Теперь американцы могут уничтожить все эти русские межконтинентальные баллистические ракеты прямо в шахтных пусковых установках, потому что новый взрыватель дает возможность их так взрывать, эти боевые блоки, что даже вот эти вот гигантские, да, защитные крышки в шахтах, они не выдержат, и шахта, и ракета в ней, значит, они будут разрушены. Но американцы там, изначально ученые, там три автора в этой статье, они определенные параметры задают, что они рассматривают именно разрушение, значит, шахтных пусковых установок для нашей ракеты воевода, то есть СС-18 по их классификации для сатаны, они там приводят допущение, какое давление избыточное нужно для того, чтобы эта шахта была разрушить, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это мы как бы оставим в стороне все эти технические детали. Теперь вот покажите нам схемы, смотрите, вот дальше они приводят схемы, смысл следующий. Вот левая схема, это наземный взрыв боевых блоков, вот этот купол на схеме, это так называемый смертельный объем, то есть та область, в которой взрыв боевого блока мощью 100 килотонн, создает давление на поверхность достаточное для того, чтобы уничтожить шахтную пусковую установку. Вот она черненькая, там в центре, внизу расположена. Вот если взрыв происходит внутри этого купола, то американцы считают, что давление будет достаточное, чтобы смять ее. Да? А вторая схема, это как с новым взрывателем будут они взрываться. Вот смотрите, красная это траектория боевых блоков. Слева что получается? Из девяти вариантов траектории летят боевые блоки по девять вариантов траектории. Только четыре оказываются эффективными и приведут к уничтожению шахты и ракеты. А остальные это либо недолет, либо перелет. А вот вправо, они говорят, радикально повышается эффективность. Потому что новый взрыватель, вот смотрите, там, значит, где вот этот овал слева наверху, смысл такой, что когда ракета подлетает где-то на высоте 80-90 километров, она производит замер высоты своей и сверяет с расчетной. Если реальная высота больше расчетной, да, то есть ракета находится выше, чем должна бы быть, значит, возможен перелет. Если она находится ниже расчетной, значит, возможен недолет. И вот они летят, вот эти девять траекторий боеголовок. Но за счет того, что компьютер высчитывает оптимальную точку подрыва, все как бы девять этих самых вот боевых блоков оказываются внутри смертельного объема. И таким образом, по мнению, значит, американских ученых, все радикально ухудшается, ну, для нас с вами, для наших ракет, и радикально повышается эффективность. Но схема-то, понимаете, схема есть схема, нарисовать можно что угодно, бумага все стерпит. Вот. А если на это дело посмотреть с такой точки зрения, ну, мало-мальски здравой, то сразу возникает целый ряд вопросов. Ну, вот. Первый вопрос. Почему на этих схемах, верните, пожалуйста, их покажите, да? Почему на этих схемах боевые блоки падают на землю, траектория их, под углом 45 градусов? Вот, смотрите. Под углом 45 градусов они падают. Но в жизни это все совершенно не так. Они летят по баллистической кривой. Покажите нам фотографию баллистической кривой. Вот, пожалуйста. Раз. Там несколько фотографий вы сейчас увидите, но смысл заключается в том, что это межконтинентальные баллистические ракеты. То есть они летят там на, так сказать, высоте в полторы тысячи километров, на дальность там 6, 8, 10 тысяч километров. И на этой дальности, с такой высоты, когда они попадают в атмосферу на огромной скорости, они начинают резко тормозиться, да? Резко тормозиться, и падают они на цель в результате практически отвесно. Не под 45... Вот. Это следы в атмосфере от боевых блоков тех самых американских ракет. То есть они падают на цель практически отвесно. А если они отвесно падают... Верните, опять же, вот эти предыдущие схемы. Я прошу прощения, что приходится мне... Нет, схемы с траекториями. Вот. А вот представьте себе, разверните вот эти вот красные линии не под 45 градусов, а там под 80 или 85 градусов. И все. И вся, так сказать, вся эффективность вот этого супер... Сверх-супер-пупер-взрывателя, она тут же, так сказать, обнулится. Вот под такими траекториями никакие боеголовки никогда не падают никуда. Это я уж не знаю, зачем ученые так нарисовали. Очевидно, очень хотелось им, так сказать, подкрепить свой главный тезис. Если же боеголовка падает почти вертикально, да, то тогда никакого преимущества нет. Ну, каждый сам может это, так сказать, нарисовать, проверить, если будет вертикальная траектория падения. Ну, или почти вертикальная, близкая, да. Значит, как можно, так сказать, реально повышать эффективность? Возможно, конечно, вот такую траекторию сделать, но для этого нужно планирующие боеголовки. Вот у нас-то они есть. На новых поколениях ракет, у нас они есть. А у американцев-то их нет нифига. В том-то и дело. Мы-то разрабатывали, мы делали. У нас еще в Советском Союзе еще та самая воевода в 91-м году получила боевые блоки, которые в атмосфере могли маневрировать. После этого Путин в 2006 году специально сказал, публично сказал, обратите внимание, то есть как бы для всех, для всего мира объявил, что мы поставили на вооружение новое поколение боевых блоков, которые могут маневрировать и по направлению, и по высоте, то есть и по рысканью, и по тангажу, говоря профессиональным языком. Ну а сейчас уж тем более известно, и мы с вами в передаче обсуждали там этот объект 4202, как его называют, испытываясь маневрирующие уже нового поколения боеголовки, которые будут стоять на сармате, на новом поколении, которые сменят как раз вот эту тяжелую жидкостную ракету воевода. Ну и, так сказать, для того, чтобы как-то американцам противопоставить не только, так сказать, себя любимого, да, со своими рассуждениями, но американских же ученых. Вот еще вам один график. Посмотрите, пожалуйста. Это график из монографии, который целый коллектив американских ученых составил о вероятностях уничтожения разного рода целей в случае, если они будут атакованы американскими ракетами. Здесь по вертикали вероятность уничтожения нашей ракеты в шахте, а по горизонтали высота подрыва боеприпасов. Вот разные линии, там, видите, синие, красненькие, там, точечками, там, черточками, штрихами и так далее, и так далее. Это результаты для разных американских боеголовок при ударе по нашим разным шахтным пусковым установкам. Но в данном случае это не важно. Важно одно. Вот это вот, смотрите, резкие падения, почти вертикальные это скос, это значит, что при подрыве на высоте выше двухсот метров вероятность уничтожения наших шахт в реальности стремится к нулю, просто к нулю. Причем здесь еще интересно, американцы посчитали, исходя из того, что одна наша шахта будет атакована двумя боеголовками. Даже не одной, а двумя боеголовками вот с тех самых ракет Трайден-2, которые запускают американские подводные лодки. И почему я подчеркиваю, вот этот график из монографии обширной, большой, не просто там статьи журнальной или газетной, а большого исследования, которое коллектив американских ученых проводил, и результатом их был не какой-то там, так сказать, публичный скандал, они реально хотели понять, как и что будет происходить в случае, если произойдет обмен ядерными ударами. Это только один из многочисленных графиков. Еще раз, пожалуйста, посмотрите, да. Сперва, значит, до там 100, до 200 метров, в случае, если среднеквадратичное отклонение выдержано штатное, и одну шахту атакуют две боеголовки американские, то есть очень высокая вероятность, что при наземном подрыве, при наземном подрыве, они ее уничтожат. Но при взрыве на высоте свыше 200 метров вероятность резко, радикально падает, а на высоте 250 и выше она просто уже нулевая, все. Вот, поэтому надо сказать, что вот эти вот ученые, пацифисты, да, из этого бюллетеня ученых-атомщиков, они просто, так сказать, поднатужившись, выдали очередную сенсацию, в основании которой, по большому счету, так сказать, ничего не стоит. Вообще, надо сказать, что они как-то совсем разучились работать, да, какая-то поразительная некомпетентность, типа, там, people, народ все схавает, причем, да, что американский people, что там российский народ, да, мы им сейчас тут налепим. Главное, графиков побольше налепить и страшных слов побольше сказать, и все, все получится. По-моему, они сведения вообще из Википедии черпают, потому что в той же самой статье, там, например, есть такой вот перл. У России отсутствует космический эшелон системы предупреждения ракетного нападения, поэтому у нее будет в два раза меньше времени на реакцию, чем у Соединенных Штатов. У Америки после старта ракет есть 30 минут, а у России всего 15. Вот я все думал, думал, вот с чего они это взяли, а? Вот откуда эти американские ученые вот взяли этот первый, а я потом понял. Они залезли в Википедию, ребята, они просто тупо залезли в Википедию, понимаете, в статью «Система предупреждения ракетного нападения России, космический эшелон». А там последние данные за 2008 год. Там написано, что в 2008 году у нас на орбитах находилось четыре спутника космического эшелона, то есть четыре спутника предупреждения, системы предупреждения о ракетном нападении. Они, как правило, висят на очень высоких орбитах, или там высокоэллиптические орбиты, или геостационарные, и их задача зафиксировать факел стартующей ракеты, прямо в момент старта. А потом, когда эта ракета выходит на определенную высоту, ее уже принимают наши станции, там типа Воронеж, или там Дон, Дарьял, вот те станции, которые по периметру наших границ расположены, и они уже дальше ведут эту ракету. Так вот, я так полагаю, что американские ученые решили, что если последние данные за 2008 год, а сейчас 2017, ну почти 10 лет прошло, наверное, спутники свой ресурс-то выработали. Ну попадали все там уже, все, нету ничего у русских, да? Вот логика, да? Я уж не говорю о том, что это является одним из самых, так сказать, секретных направлений. И никто, естественно, американским ученым-ядерщикам не докладывает, когда, значит, очередной спутник предупреждения ракетного нападения, да, выводят на орбиту. Ни Шойгу, ни Путин там им в редакцию не звонит и не докладывает, что, ребята, а мы выявили? Ну даже если немножко потрудиться, ну просто, так сказать, просто тупо не один ресурс посмотреть, а где-то там еще две-три кнопки нажать. Ну есть, пожалуйста, сведения о новой системе нашей, нового поколения, космический эшелон, это система Тундра называется, и как минимум об одном достоверно известном запуске космического аппарата этой системы, он в 2015 году состоялся, Космос-2510. Ну, в общем, я это к чему говорю? Может, я и зря так подробно все это разбирал, но мне это показалось важным, потому что мы зачастую ведемся вот на все эти мульки, знаете, на фишки вот эти, особенно когда они такими красивыми, так сказать, приправлены словесами о ведущих экспертов, о журнале физиков-атомщиков, там графики какие-то, таблицы внутри, да, умная статья. А начинаешь разбираться, ну, чушь собачья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok